Социальное предпринимательство в нашей стране пока развито слабо. Именно поэтому по его поддержке и продвижению была создана федеральная программа социальной инновации. Каждый проект – это личная история конкретного человека, а уже потом финансовая привлекательность. Проект начался, но в виде идеи появилась тогда, когда заказал как-то себе курьерскую доставку. И доставщик был человек глухонемой. И, соответственно, сначала пытались созвониться с девушкой, потом я понял, что не получается. Специалисты встретились, и я подумал, что здорово, когда можешь помочь людям найти работу там, где они могут не чувствовать, что у них что-то не получается ввиду их каких-то определенных ограничений. Поэтому я сам занимаюсь тем, что устанавливаю фотобудки в разные места, где люди ходят в зоопарки, в театр, еще куда-то. И появилась идея о том, что можно эту идею тиражировать, можно привлекать на работу людей как раз с ограниченными возможностями. Плюс, поскольку фотобудка – это штука, рассчитанная на большую широкую общественность, можно на этих же фотобудках каким-то образом помечать информацию о том, что вы помогаете людям с ограниченными возможностями. Либо обращать внимание на какие-то социальные проблемы региона, где это находится. То есть можно информировать людей, помогать людям с ограниченными возможностями находить работу, и таким образом участвовать в том, чтобы помогать людям жить. Задача организаторов – найти социальных предпринимателей и помочь им в реализации своих проектов и идей, которые направлены на поддержание незащищенных слоев населения. Программа рассчитана для тех людей, которые хотели бы что-то изменить в своей жизни, в своем мире, именно для определенных социальных групп. Это те, которые ходят с какими-то своими идеями и не могут двинуться дальше, но они хотели бы понять, как они могли бы быть более эффективны и полезны. Это проекты, связанные с незащищенными слоями. Это может быть население для пожилых, это может быть для мигрантов, это могут быть проекты для каких-то коррекционных групп населения. Самое главное здесь – это те участники, которые хотели бы… У них включается такая социальная позиция, своя собственная какая-то личная история, которая заставляет их менять мир к лучшему через понимание себя в этом месте. Не случайно в Московской области именно Одинцова был выбран стартовой площадкой программы, ведь именно члены общественной палаты нашего района вошли в состав проектной группы, которая два дня работала с участниками форума. Очень важная миссия возложена на общественную палату. Мы готовились к запуску этой темы уже почти год. Занимались ей с молодыми мамами, которые могут реализовать свои проекты. Принимали их, даже личные приемы осуществляли. И эта программа, она не с нуля стартовала. Мы наблюдали за опытом города Москвы. И настолько, так как мы включились в эту тему очень активно, именно общественная палата Одинцовского района, у нас и Одинцова стал центральным первым городом, в котором запускается акселерационная программа для социальных предпринимателей по Московской области. На протяжении нескольких месяцев с предпринимателями будут работать бизнес-тренеры, которые помогут участникам создать из идей привлекательный продукт для инвестиций и дальнейшего продвижения. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.